всех приветствую на своем канале и сегодня у меня видео по оформлению моей вышитой работы по авторской схеме светлана сечкарь ну давайте по порядку данную вышивку я уже показывала в одном из первых свои видео ссылку я оставлю в инфобоксе там я рассказываю не только об этой вышивке но и о других тема там как раз о том как я избавляюсь от остатков не так и там же я рассказывала о том как я планирую оформить данную работу эта схема у светланы сечкарь есть в группе вконтакте ссылку также я оставлю в инфобоксе но данную схему нельзя скачать и купить это подарочная схема так как у светланы сечкарь очень много разработок которые мне нравятся то в общем то для меня это не было проблемой но этого мишку я очень хотела заполучить поэтому приобрела необходимое количество понравившихся мне схем и получила эту мишку в подарок это такой эксперимент с моей стороны во первых я хотела избавиться от ниток которых у меня было очень много нужных оттенков остатков как раз таки и я решила что в общем то почему бы не использовать оставшийся кусок канвы который мне как раз подходил и вот эти нитки для того чтобы сделать эксперимент с альбомом я давно мечтала сделать кулинарный альбом и вот это мить вам покажу вот я его сделала подробнее я его раскрою покажу чуть позже а пока вот хочу рассказать по поводу отшива схемы и поскольку в общем то я сталкивалась и уже имела опыт работы со скраббукингом альбомы я никогда не оформляла но очень-очень хотела попробовать и эта идея родилась у меня уже очень давно я очень хотела сделать именно кулинарный альбом но вот не было сюжета который в общем-то затронула меня сейчас конечно есть еще один сюжет который бы я в общем то хотела бы также сделать бы в кулинарный альбом но это скажем так другая история и когда я увидал от этого мишку я решила что вот оно то что я хочу так как из скраба чисто из скрабовых бумаг мне не хотела сделать альбом я хотела именно вышивку и вот когда я нашла от этого мишку я решила что я попробую это будет проба пера поэтому взяла кусок канвы который у меня остался ненужный никуда он в общем-то не подходил а вот в эту работу вписался идеально и в общем то вот как раз утилизировала нитки которые мне в общем то были остаточными здесь у меня вообще ушло в тык в притык вот розового коричневый тут там оставались буквально совсем маленькие маленькие кусочки в мешке так вообще разные оттенки коричневого то что мне было в общем то интересно посмотреть что из этого получится и по моему получилось неплохо сразу говорю что я вышивала подбором те кто следит за моим видео уже знает что я понятие подбор и замену цветов по карте различаю то есть замена цветов по карте это посмотрел номер нужной нитки посмотрел соответствие карты dmc например а подбор для меня это когда подбираешь на глаз или близкий цвет берешь по цвету но не исходя из номера так вот вообще если окунуться в историю кулинарных книг то первая кулинарная книга была найдена в греции и греки утверждают что самая первая кулинарная книга она зародилась скажем так у них нашли первую скажем так книгу вот эти записи рукописные еще в четвертом веке до нашей эры и как раз вот первые в истории описание кулинарных рецептов были найдены в греческих колониях они были расположены на острове сцелия поскольку страна находится на берегу средиземнего моря естественно наибольшая часть рецептов содержала в себе блюда из даров моря и рыбы для сравнения и примера вот хочу хотела бы рассказать что например в древнем риме первая кулинарная книга она вышла где-то в районе первого века но уже нашей эры то есть представляете какая огромная разница первые кулинарные книги которая была найдена в греции датированная четвертым веком до нашей эры то есть какой огромный вот этот промежуток во франции например первая книжка вышла именно кулинарная в 1375 году и она была издана всего в единственном экземпляре тогда технологии не так были развиты как сейчас в китае например кулинарная книга первая вышла где-то порядка полутора тысяч лет назад в сша в 1742 году в ватикане в 1470 в англии в 1508 году в россии первая такая книга она появилась в середине 6 века но это так немножечко об истории сейчас наверное многие зададутся вопросом а собственно зачем кулинарная книга в современной кухне если есть у нас современные гаджеты залез компьютер посмотрел и вообще без проблем компьютер телефон планшет все что угодно но ведь во все времена у женщин на кухне всегда была и есть такая некая шпаргалочка под названием кулинарная книга и в общем то в том же телефоне нужно определенный рецепт забивать и они бывают вроде бы один рецепт а немножечко содержание разные и каждому нравятся какие-то свои тонкости и нюансы поэтому конечно даже в современном мире имея такое количество гаджетов которые у нас под рукой наверное вряд ли найдется такая хозяйка которая любит готовить и готовит и при этом чтобы у нее не было в домашней библиотеке кулинарной книги как правило если помимо я даже так сказала помимо кулинарной книги у большинства хозяек есть скажем так ну своя тетрадка или какой-то ежедневничек или блокнотик со своими рецептами до которых как раз это о чем я говорю есть какие-то тонкости и нюансы которые бы они бы не хотели менять и абсолютно точно не нравится и они конечно же записывают их в такие блокноты тетради можно конечно записать в обычную тетрадку на ведь и гораздо приятнее когда у тебя стоит вот такой вот красивый кулинарный альбом виде блокнота тетради но он еще и при этом очень красивый вкусно чаще всего мы хозяйки независимо от того красиво оформлено или нет очень трепетно относимся к своим записям ведь именно вот таких тетрадок с рецептами и когда-то давно началась уникальная история возникновения первой кулинарной книги вообще традиционная пища это пища как правило родного дома которая основывается на рецептах которые передавались из поколения в поколение они основаны на каких-то таких семейных традициях традициях той местности в которых ты проживаешь традициях народа да потому что у каждого народа своя кухня соответственно раз народ значит и национальность и как правило и сохраняется она эта традиция приумножается благодаря тому что кто-то ведет подобные книги записывает и потом передает у меня например вот тетя она здорово консервирует огурцы и все вроде бы готовят по ее рецепту довольно говорят вкусно но вот у нее вот лучше либо она скрывает этот секрет либо еще рука тоже много значит это такой момент поэтому я конечно к этому отношусь очень скажем так трепетно и у меня действительно тоже есть какие-то свои такие рецепты которые они отличаются от основных стандартных которые есть в интернете имеющие свои нюансы поэтому у меня давно давно зрела мечта сделать кулинарный альбом я наконец-то эту мечту осуществила ну это так небольшое релическое отступление сейчас давайте пойдем по схеме схеме светлана сечкарь предлагает основу 14 каунта аида и если отталкиваться от этой основы то размер готовой работы составляет 14,7 на 17,6 сантиметров если переводить это в крестики то это 97 крестиков на 81 схему она предлагает в нитках dmc в работе используется 24 цвета и 15 из них блендов знаете я буквально не так давно делала видео про зайку шерлока по схеме слона сечкарь и говорил о том что работа мне далась очень сложно и как один из вариантов я предположила что возможно большое количество блендов меня немножко напрягло и сейчас вот я вспомнила что эту работу я отшивала раньше чем зайку шерлока она у меня вышилась очень легко и на одном дыхании и в общем то большое количество блендов для меня не было преградой поэтому наверное все таки сейчас я уже буду склоняться по той работе что мне она давалось тяжело потому что новая основа и плюс я по ходу работы заменяла цвета ну это так тоже небольшое отступление так вот в работе есть крест полукрест бэкстич и форзелочки есть но я уже сказала что вышивала подбором мало того что подбором так еще и использовала остатки ниток я сейчас уже наверное не вспомню где-то мне каких-то остаточков них вот не хватало и я брала из какого-то цвета конкретного там добавляла и получалась мне такая вот небольшая мешанинка но об этом я по-моему совершенно точно говорила вот в том видео на котором оставлю ссылку как вот я использовал вот эти остатки нитков ниток и в общем-то успешно их утилизировала в этой работе но хочу сказать что результат меня очень в конечном итоге порадовал значит поскольку я нашла я не знала вообще изначально в какую ткань я буду оформлять думала можно было бы взять розовый коричневый и красный сюда бы отлично подошел вот такой зеленый но поскольку я нашла вот такую тканюшку именно со снежинками мне она очень понравилась и в общем-то я ее взяла за основу дальше от нее появился другой более нежный цвет сюда в качестве вставки такой фисташковый но и уже я покупала специально под нее вот такую тесьму декоративную чтобы мишка казался бы как будто бы он находится не на обложке а вот где-то на витрине скажем так за здесь за стеклом и в общем то вот так вот родилась оформление потом мне захотелось продолжить тему снежинок здесь были приобретены вот такие пластиковые наверное это пластиковые не знаю что за материал вот такие снежинки сначала я хотела пришить на серединку бисер а потом я решила что я приклею вообще все эти снежинки и сюда посажу полужемчужины потому что они покрупнее и в общем то интереснее будут смотреться нежели бусинка не будет вот этих ниток таким образом я вот эту зимнюю тематику перенесла сюда и вот как я это ассоциирую да мишка стоит где-то там на подоконнике на столе за окном и вот со стороны улицы идет снежок прокладывала тоже вот в видео я рассказывала значит это старый блокнот со своим старым креплением то есть я его таким образом обновила не стала я врать ничего нового потому что еще раз повторюсь это был эксперимент я не была уверена в успеш в успешности данной задумки поэтому в общем то решила использовать те материалы которые есть и вот вот этот же фисташковый цвет приклеил пристрочила я картонки и здесь поскольку плотный вообще переплет я не прострачивала а приклеивала приклеивала зажимами зажимала и почему под прессом не держала а зажимала именно зажимами по периметру здесь вот небольшой кармашек для вот таких вот бумажек каких-то может быть отдельных рецептиков которые вот прямо вот высоко коротенькие маленькие на скорую руку не хотела я делать очень мягким данный блокнот поэтому проложила достаточно тонкий слой синтепона и он у меня не очень пузатенький и в общем то как бы не шибко мягкий в целом он приятный на ощущение но можно было бы конечно сделать его более пухлым мне этого не хотелось именно в этой ситуации значит блок листов я купила единственное что я немножечко ну скажем так накосячила вот с вот этими разделителями не без ошибок конечно поскольку эксперимент надо было немножечко мне делать шире листов наверное а я сделала по размеру листа и в общем то вот такая вот у меня ошибка с разделительными листами я их поставила 4 так как в наборе со скрепками эти скрепки это все набор было их четыре штуки поэтому 4 разделительных листа где-то в промежутках ну вот такие вот точки вставлены милашество для приятностей время для веселья здесь цени каждый миг жизни где-то у меня есть еще разные такие вставочки интересные сладкое мгновение маленькая радость и вообще все заканчивается смесь а громче живи дольше другая сторона не стала делать кармашек просто ставочка скрепочки вот эти они продавались наборе 4 скрепки я их очень тоже хотела но цена конечно на них небольшая но я немножко была в них разочарована сейчас не помню специально не стала это не стала приклеивать чтобы показать по моему здесь вот видите она просто взяла и отвалилась я ее конечно приклеена будет держаться и вот эти штуки я рассчитывала что они пожестче они просто гладкий такой картон что в общем то тоже немножечко не разочаровала это в общем то ладно это все мелочи вот тоже в качестве таких помощников разделителей они у меня поставлены далее поскольку здесь у меня запас маленький решила я не делать никаких застежек липучек я посадила две резинки на люверс на такой серебристый и в общем то это все у меня вот таким образом закрывается не стала делать на одну резинку белая вроде бы пропадает зеленая вроде как немножечко как бельмо а так вроде бы как в две вместе очень гармонично смотрится а еще забыла вам показать вместо каптала я не стала ничего выдумывать я приклеила сюда те же самые положим чужины на клей момент кристалл также вот меня скажем так это место украшено таким вот образом и вот в конечном результате вот такой вот кулинарный блокнот у меня получился это был мой первый эксперимент мне он очень понравился я нашла еще один сюжет который мне нравится на кулинарную тематику и обязательно буду делать второй альбом а вообще мне понравилось работать над этой идеей и это очень хороший подарок в целом будет для любого человека если среди близких или друзей есть скажем так ценители таких вещей то это был бы очень хороший оригинальный подарок сделаны своими руками конечно такие вещи я не дарю всем подряд потому что очень много времени они на себя берут некоторые такие вещи не ценят предпочитают пусть будет лучше кожаная новая но это дело вкуса но те кому такие вещи нравятся в общем-то как идею можно же не обязательно кулинарный блокнот делать а можно тематический блокнот там учителю медику бизнесмену бизнес леди вариантов абсолютно множество и не человек будет пользоваться и в общем-то ни у кого точно такого не будет еще и вас будет вспоминать я конечно мыслю и думаю о том чтобы сделать сюда прозрачную обложечку потому что понятное дело что на кухне такой альбомчик обложка проживет меньше нежели чем она могла бы прожить поэтому буду думать насчет прозрачной обложки чтобы как-то это сохранять ну а так чем удобно не надо 25 раз рецепт писать если обложка скажем так свое поизжила блоки вытащил вставил в новую в общем получается в конечном итоге очень мобильное и здорово ну вот в общем и все по процессу по процессу процесс был достаточно простой и я очень просто долго заряло на оформление очень много сомневалась вот вот если учесть что еще и всегда я любую вещь делаю с настроением то есть если у меня нет на сегодня допустим делать или оформлять какую-то работу нет настроение или желание я этого не делаю потому что обязательно что-то происходит и не получается ну на этом буду заканчивать если видео вам понравилось или было полезным интересным ставьте пальчики вверх пишите свои комментарии буду с удовольствием их читать отвечать вам на ваши вопросы если они у вас возникли обязательно пишите с удовольствием огромным отвечу подписывайтесь на мой канал ну а я всем желаю хорошего настроения успехов в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео всем пока